Господа, как многие из вас знают, я недавно приобрел квадрокоптер DJI Phantom 4 и магазин, где я его купил, попросил оставить меня отзыв. Что ж, без проблем, отличный магазин, мне очень понравился по ценнику, называется он 4vision.ru и содержит в себе всю продукцию от компании DJI. И квадрокоптеры, и стабилизаторы изображения. Все вы можете купить, пройдя по ссылочкам в описании, без проблем заказать доставку, сам магазин находится в Москве, но мне коптер приехал всего за один день, представляете? Плюс ко всему, это официальный сертифицированный магазин со всеми гарантиями и необходимыми сертификатами. 4vision.ru, лично я рекомендую. В этот раз у видео есть лухари длиннобазная версия, поэтому если у тебя в запасе 40 плюс минут, переходи по ссылкам в описании или тыкай на экран прямо сейчас. Если есть всего 19 минут, оставайся на этом видео. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok технические подробности, бла-бла-бла, подвесочка, рама, то-да-сё, мощность. Будет, но смотрите, что у нас есть прикол. Ростовские номера. И ростовчане опять барагозят. Дело в том, что это не просто хаммер, это хаммер от Loud Sound. Это значит, что количество музыки, которая в нем спрятана способна, уничтожит все живое в радиусе километра. В принципе, этим мы сейчас и займемся. Дело в том, что это действительно, ну, это машина про музыку, понимаете? А мы вот эту музыку, которая стоит миллион семьсот, будем вам передавать через микрофон, который стоит тысячу семьсот. Качество – это то, что вы сейчас не услышите. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, если бы мы вначале говорили, что это еще и корч, ну, если бы это была спортивная машина, то фактически это еще и слипер. То есть, смотрите, внешне мы сейчас с вами стоим у простого белого хаммера на 22 катках и с изолентой на зеркалах. Все, у кого были хаммер, знают прекрасно, что там и в стоке все не очень в порядке с качеством. Поэтому, в принципе, все нормально. Вот обычный автомобиль себе едет. Но, если открыть здесь двери, то, конечно, начинается трэш. Потому что, во-первых, вот вы даже сейчас этого всего не видите, это все не надо. Если дверь открыть и не придерживать ее в конце, то дверь откроется на капот. Может быть. Проверять сейчас не хочется. С задними, в принципе, то же самое. Все это очень тяжелое. С виду этого не скажешь, но автомобиль весит 4,5 тонны. Молодой человек, права имеют категорию С? У вас с собой что-то есть, да, молодые люди? Проверим багажник. И вот тут-то в багажнике и начинается вся самая дичь. Я еще смотрел видосы, когда эту машину начинали строить. Знаешь, первая мысль какая была? Что за срань происходит? Реально выкинули весь салон, куча железа, что-то варят, вставляют реально клетку. Пластмасски все вот эти аккуратно прикручивали. Это не помогло, к сожалению. Причем это не просто пластмасска. Смотрите, это стекловолокно. Здесь куча железа. Все это требует дополнительного усиления. И фактически, если вы хотите с машиной сделать вот такую штуку, у вас не получится просто взять и прифигачить монитор. Или поставить там, да, сабвуферы. Нужно под все это делать свои отдельные рамы. То есть это под оборудование. Отдельная вот такая несущая конструкция, которая уже интегрирована в кузов. Причем он не бронирован. То есть это абсолютно стоковый автомобиль. В Ростове это норма, чтобы... У них лет там 55. Посмотрите, как солнце жарит мозг. Они вообще с трудом понимают, что делают. Нужно больше сабов, больше усилителей. Естественно, они приехали сюда, холодно, ничего не понятно, но продолжают наваливать. В общем, концепция все та же. В непонятной ситуации врубай басы. И это реально работает. Нет, здесь больше не будет ездить ваша мама, бабушка, рассада и все остальное. Здесь будут ездить колоночки. К колоночкам, кстати, еще прилагаются такие пауэрбанки. Это причем не с Алиэкспресс, это отечественное практически производство пауэрбанков. Ну, то есть литиевые аккумуляторы. Их здесь немеряное количество. Литий почему? Потому что все, кто когда-либо занимался музыкой, знают, что у лития жесткая отдача. Литий может вам сделать так вот. Хочешь 500 ампер? На тебе туда! И там оно все будет гореть. Просто сизым пламенем все эти 500 ампер. На предах, на проводах и на всем. Поэтому все остальное, соответственно, чтобы это все не горело, также очень жестко. То есть, погоди, вот мы сейчас рассказываем про машину, которая там топ-5, топ-3 по громкости. И ты мне говоришь, вот это работает на 50%. Да? Топ-5 по громкости. Это работает на 50%. Вот здесь можно еще добавить. Вот это нас держивает, да? Косяк. Ну, типа так, не очень. Сабы нас держивают, нет? Сабы работают 80%. 80%. Слушайте, а если накрутить все на 100? Система будет очень быстро перегреваться, то есть, некорректно работает. Короче, в следующем сезоне, Саша, я верю, ты сможешь. Тебя закусит, я уверен. Он причем скажет, да ну нахрен, мне это не надо. Но потом снова будет 55 градусов, у него сломается кондей в BMW. И все, его закусит, и здесь будет всего в два раза больше. Если вы берете нормальную акустику и боретесь за какой-то прямо феерический результат, чтобы трусы рвало, и вместе с ними все остальное. Так вот, это все остальное, что будет рвать с трусами, это кузов вашего автомобиля. Потому что, несмотря на все усиления, на то, что как бы делали люди, ну, очень такие прикольные люди все это делали, с большим опытом, и все у них было здорово в плане понимания, как это должно быть, тем не менее, есть внезапности в виде того, что, например, рвет двери. Рвет дверь здесь. Рвет дверь по стойке. То есть, представляете, внутри автомобиля создается такое звуковое давление, что вот эту рамку просто сюда со стеклом норовит вот так выломать и открыть просто. Отломилось зеркало. Естественно, на кадрах, которые вы можете наблюдать на канале, опять же, Loud Sound, все ссылочки будут в описании, вы можете увидеть, как снимается салон, ну, съемка идет с салона, видео, когда все это работает на максимальной громкости. Все пластиковые панели ходят независимо друг от друга. Это очень жестко. И в этом состоянии автомобиль на соревнованиях должен иногда протянуть до 5 минут. Он должен протянуть, иначе он не выиграет, понимаете? А он должен выиграть, потому что, как бы, это все делалось специально для этого. Под капотиком у нас сток 6,2 V8 400 лошадиных сил, который, естественно, на массу даже штатную 3,5 тонны не хватает. Чтобы вся эта музыка питалась, дополнительно внедрены два геныча по 370 ампер производительностью. Естественно, штатный аккумулятор, который здесь стоял, также заменен на серию литиевых. Количество аккумуляторов, которое здесь установлено, позволяет этой машине доехать сюда, с Ростова, с Ростова-Папы до Санкт-Петербурга на одних аккумуляторах. То есть эти генераторы, они работают не всегда. Ты включаешь их раз в месяц на минуту, да? И это на 15 минут? То есть, в принципе, айфон заряжается дольше, чем хаммер, да? Санкт-Петербурга на одних аккумуляторах. Проверка звука осуществляется непосредственно, потому что я не рискну сейчас, владельцами. То есть я сказал, давай я буду добавлять громкость, сказал нет. Очки слетают, вот в чем неприятность. Это сейчас было что-то типа того процентов 20, да, наверное, мощности? Вообще-то есть так. Слушай, а если мы отойдем, на 50% сделаем? Слушай, как хорошо прямо, а? Прямо, чтобы вы понимали, тут все трясется, как бы. У меня, ну, у меня двое штанов, ладно, давайте не будем. Двое штанов, трусы, и это не сдерживает шары от вибрации. То есть реально все болтается. Прямо ты стоишь, тебя так колбасит. Туристов. Напомним, победа, это российская бюджетная. Новости на максималочке, да, такой едешь, прямо пронизываешься, обстановка, я говорю, вообще. 162 дБ ради удачи. Представляешь, как Лепс шарашит на максималке, да? Лепс качает или нет, кстати, по секрету, пробовал? Чает. Лепс, Лепс качает, пацаны, Лепс говорят нормально, слушай. Лепс, 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 Лепс. Лепс, Лепс, Лепс. Короче, меня выдувает из салона прямо. Они подготовленные какие-то, у них уже, я не знаю, как, что там, перепонки усиленные как-то стоят. Но у них вместо ушей тоже вот такая штука уже, наверное, да-да-да, запасные перепоночки. Смотрите, когда трясутся очки, нарушаются координации, я не понимаю, что происходит. Ну, что, все, картинка в мясо. Так, еще и дверь, да-да-да. А я так не смогу. Смотрите, когда трясутся очки, нарушаются очки, нарушаются очки, нарушаются очки, нарушаются очки. Смотрите, когда трясутся очки, нарушаются очки, нарушаются очки, нарушаются очки. Смотрите, когда трясутся очки, нарушаются очки. Я тоже видел. Значит, как вы помните, когда Жорик в LoudSound посидел в тренажке, его перекрыло, он видел свет и потом поехал в Москву. Срочно срываемся в Владивосток. Мы оказались в Луни Хаймер Нам надо поехать Я реально немного растерян сейчас на самом деле Габариты грузовые Да, нужно понимать, что вы сели в грузовичок Вот так вот Такой очень крепенький грузовичок Ребятушки, вы сели Едете вы с вот такой скоростью 20 миль в час мы сейчас едем 30 плюс километров в час Ой, хорошо, хорошо И поворачивай Мы только что чуть не перевернулись Просто пытаясь куда-то повернуться При том, что в этой машине уже стоят усиленные амортизаторы Очень прямо усиленные Они там сейчас сзади думают Надо услышать, как мы валим А мафан-то включать было нельзя Сейчас забодает, погоди Ой, как прикольно, слышите? Куда-то пошло, мята Пробочка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это если касательно приборов Как вы понимаете, никаких нареканий Абсолютно Мне все очень понравилось Значит, давайте я вам сейчас еще про приборку расскажу Значит Ощущение от него Сейчас будет мясо, пацаны Так обычно вы стоите в пробках Едете на работу Если что Но обо всех остальных опциях я вам уже рассказал Тачка огонь вообще Слушайте, сейчас едем Я такую историю вспомнил В прошлом году Эрик когда приезжал в Питер Я к нему подхожу и говорю Слушай, а что если мы сейчас вот возьмем И просто жестко Со всей силой По беспределу Воротников Я думаю Ну ладно, хорошо Давай завернем по-другому Можем вообще людей подтянуть Там собрать то да сё И устроить прям вот полную жесть И тогда И Жорик тогда туда Думаю, непонятно Это конечно все здорово Могло получиться так Но в итоге А в итоге это что получилось В итоге мы тогда вечером берем Собираемся И просто без всяких компромиссов Начинаем Красавчики Просто красавчики Отлично все Вот так вот, ребят Так что смотрите вы Не повторяйте этого дома Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В итоге господа Это шоу-кар Куда он приезжает Там становится хорошо Как еще это писать? Такие проекты, понимаете Они интересные Это не то, что из ряда Вон Это одно из лучших произведений В плане автоакустики Вообще на сегодняшний день в мире И то, что безусловно Нам удалось к этому Хотя бы прикоснуться И как-то послушать Я считаю уже огромной удачей Поэтому еще раз спасибо Laosound Все ссылки будут в описании Просто так Это никто не платил Кстати И ребята Чтобы эту машину Показать на обзоре Нам приехали специально Из Магадана Скажем Через Ростов В общем На самом деле ребята Доехали до Москвы Там была выставка Произошел звонок И ребята приехали в Питер Только на эти съемочки Только на эти Вот так Только ко мне Вот сейчас там Да-да-да-да Я вижу это лицо Но вы его не видите Только ко мне приехали И все Исключительно ради этого видео В общем еще раз Всем огромное спасибо Огромной всем удачи Спасибо, что смотрели эти видосы Если эта тачка приедет в ваш город Ребята Ломите и слушайте Всем рекомендую Пока